Дорогие братья и сестры по вере! Сегодня мы расскажем о том, как получить пользу от времени и стать человеком, который тратит данное ему Аллахом благо, время, на благие деяния. Также мы поговорим о сегодняшнем дне, о том, как большинство молодежи тратит много времени впустую, просиживая его за разговорами или посещая такие места, где они тратят данное Аллахом время, имущество, деньги, не проводя его в служении Аллаху, не стремясь к истинным знаниям о том, как и чем они должны заниматься. Мы должны знать, что нет ничего, чтобы Всевышний оставил свои книги без разъяснений. Разъяснением книги являются хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Разъяснения Курана и хадисов донесли до нас ученые и имамы. Всевышний говорит в Куране. Смысл. Аллах подчинил вам солнце и луну, и они не перестают служить вам. Также Он подчинил вам день и ночь. От ночи получайте отдых и подготавливайте тело ко дню, а днем трудитесь и берите блага, которыми наделил вас Всевышний. Аллах дал вам все, что нужно для жизни, несмотря на то, просили вы об этом или нет. Если вы будете считать блага Аллаха, то вы не сосчитаете их. Человек является неблагодарным и несправедливым. Сура Ибрагим. 33-34 аяты. Таким образом, Аллах наделил нас временем, подчинил нам день и ночь и велел нам получать пользу от времени. Несколько раз в разных местах в Куране говорится про время. Всевышний даже клянется временем, а Аллах ничем не клянется, кроме самого дорогого. «Клянусь утренним временем и десятью днями месяца Зульхиджа», говорится в одном из аятов Суры Аль-Фаджер. Почему говорится именно об утреннем времени? Потому что от этого времени есть польза для человека, как явная, так и тайная. Явное – это свежий воздух, самое лучшее время для человека, для его здоровья. Если воспользоваться этим временем, то можно получить его барракат на весь день. У предков есть пословица. У тех, кто рано встает, ягненок бывает женского пола, то есть в его времени есть баррака. Что же касается первых десяти дней Зульхиджа, то смысл в том, что человек может так воспользоваться этим временем, служа Всевышнему, что получит много пользы и баррака от Аллаха. В другом аяте Суры Аль-Аср говорится «Клянусь предвечерним временем». В некоторых тафсирах этого аята пишется «Клянусь днем». В целом, смотрите, как в Суре Аль-Аср Аллах говорит «Клянусь временем, что человек в убытке, за исключением тех, которые уверовали в Аллаха, совершали благочестивые деяния, соблюдали и исполняли предписания Аллаха и заповедали друг другу придерживаться истины в своих убеждениях, словах и делах, и заповедали друг другу терпение. Они будут спасены и не понесут урона, и преуспеют в этой и в будущей жизни». Как же человек не будет в убытке, если он не уверовал, не следовал законам Аллаха и не держался за сунну пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи васалям? Как же он не будет унижен? Мы сегодня видим, как люди с каждым днем унижены все больше. Как же человек не будет унижен, когда миллионы людей больны с Пидом? Если только от одних сигарет умирает несколько миллионов человек каждый год, они выкинули свои деньги на ветер, купив сигареты, чтобы убивать себя, об алкоголе мы уже и говорить не будем. Если мы не будем придерживаться законов Аллаха, не будем подчиняться Его книге, в которой разъяснено, как человек должен управлять жизнью и собой, то мы должны знать, что мир с каждым днем будет все хуже и хуже, люди будут все больше и больше унижены. Мы сегодня видим, как без капли стыда люди распространяют все скверное. Поэтому в Куране Аллах клянется тем, что любит, тем, что ценно. А смысл в том, что в этом есть барака, а также из явного, чтобы человек видел, какой почет уделяется времени, и не тратил его зря. Хадиты пророка, саллиллаху алейхи васалям, глубже разъясняют, как человек может обрести пользу от времени. И аят Курана, который мы приводили выше, глубже изучен и объяснен для нас в хадите, который передал Муаса бен Джабль, рада Аллаху ангу. В судный день никто из рабов Всевышнего не останется неспрошенным о четырех вещах, о своей жизни и как он ее провел. На что ты потратил жизнь? На что ты потратил время, данное тебе Аллахом? Аллах дал тебе еду, глаза, чтобы видеть, руки, чтобы делать. Мы не сможем все перечислить, но со всего этого человек будет спрошен о своей молодости, как он ее потратил. Потратил ли силы, которые ему дал Аллах, до поклонения Аллаху или потратил напрасно? О своем богатстве, как он его заработал? Не харамом ли? Не нарушением ли прав людей или притеснением другого человека? Сегодня зарабатывать халяльным способом трудно. Мы это видим, и видим, что люди совсем не боятся харама. Если по необходимости мы зайдем в магазин, мы там видим спиртное в разных красивых бутылках, в красивом виде, чтобы среди людей было больше фитны. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, дал спиртному такую оценку. Мать грязи приводит человека к унижению. Мы будем спрошены, откуда мы взяли свое богатство, заработали ли мы это своими руками, головой, не трогая чужое, не нарушая чьи-то права, не притесняя других, или иным путем. Мы видим, что сегодня халяля мало. В какой магазине зайди в разноцветных упаковках продаются сигареты, от которых умирают миллионы в год, и мать грязи, которая является причиной многих смертей и разрушений семей, и даже единственные сыновья в семье, которых родители любили и растили, стали больными из-за уммуль-хабаев. То есть, мать грязи, мать всех нечистот. От таких вещей люди получают свои деньги, им это совсем безразлично. Четвертое, о чем будет спрошен человек, согласно разбираемому нами хадису, это знания ульн, и как человек их реализовывал. Будет спрошен, получил ли он знания, и как он распределял полученные знания, тратил ли на благое и распространял на пути Аллаха, или использовал с какими-то другими целями. Люди начинают получать ульму, затем оставляют эту ульму, занимаясь бизнесом, разъезжая в Эмираты и другие страны, и даже во время хаджа делают бизнес, не разделяя то, что можно и нельзя, покупая все подряд и проворачивая там различные аферы. Мы видим тех, кто, получая знания, не пользуется ими, не совершенствует их так, чтобы был доволен Аллах и его посланник, саллиллаху алейхи вассалям. Такие наносят вред себе и своей родине. Мы уже говорили о фондах, партиях или исламских движениях. Мы должны знать, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и асхабы такие движения не создавали, они вели да'ват, а движение это то, что приходит и уходит. Почему же человек не задумывается над тем, доволен им Аллах или нет? Ведь мы сначала сами должны учиться, получать знания, а потом стараться доносить их до людей. А мы видим, какое сегодня у нас джигилийское общество в Дагестане, и мы видим, что мы не стараемся вести да'ват. Я не говорю о мечетях и мадресе. Речь о тех, кто на телевидении поет разные песни, музыку, кто запрещает им этим заниматься, или тем, кто не занят этим, но готовит для них материалы. Мы видим, что эти люди не порицают запретное, а наоборот принимают как норму. Дай Аллах, чтобы увеличился их иман. Дай Аллах, чтобы они стали теми, кто будет защищать свое общество от огня. Знания, альму, если ими не пользоваться там, где нужно, приводят к беде. Как говорят арабы, увеличение знаний у того, кто не совершает деяния, подобно тому, что больше поливают горький корень ханзала, клаквинта. Чем больше поливаешь, тем больше в нем горького сока. Это нам показывает важность пунктуальности и правильного распределения времени. Также ислам учит человека сохранять адабы ко времени и извлекать пользу от времени. Наглядным примером является азан, звучащий в мечети пять раз в день, и слова, произносимые в азане. Хайя аляс-соля. Да, спешите к намазу. Получайте пользу от времени намаза. Не будьте теми, кто строит и строит мечети, когда количество посещающих все меньше и меньше. Значит, небольшой ценой. Даром достались эти мечети. Мы знаем, что то, что просто досталось, в мире не ценится. Поэтому мы видим, что менее ценятся не дети бедняков, а, напротив, дети богатых. Если люди будут общими силами вместе строить мечеть, то и молиться будут вместе, джамаатом. Мечеть, построенная пророком, саллиллаху алейхи вассаллим, по прибытии в Медину, была построена совместными усилиями. Все, независимо от положения и материального состояния, богатые и бедные из рода Авс, из рода Хазрач, участвовали в строительстве, и подобно тому, как воздвигались явные стены мечети, так воздвигался и ее батын, ее духовная крепость. Ежедневный пятикратный призыв на намаз наводит нас на то, чтобы мы брали пользу от времени, с тех пор, как был не способен пророк, саллиллаху алейхи вассаллим. То, что мы, слыша азан, не посещаем мечеть, а смотря на мечеть, не идем на намаз, явный признак того, что мы не получаем пользу от времени. Понаблюдайте, сколько человек посещают мечеть во время утреннего и ночного намаза. Адит пророка, саллиллаху алейхи вассаллим, гласит, что ночная и утренняя молитва тяжелее всего даются лицемеру. Для каждой молитвы есть свое время, начало и конец. И это дано нам для того, чтобы потратить его с пользой, добиваясь довольства Всевышнего Аллаха. Есть время, установленное для заката, для хаджа, для обязательного поста в месяц Рамадан. Как и когда все делать, этому учит нас Всевышний. Ислам – это дин, система, когда раб получает пользу от времени. Если человек будет как животное без присмотра, то этот человек не обретет пользы от времени. Поэтому мы видим, что Всевышний наделил нас определенными обязанностями, чтобы мы провели с пользой дни, месяцы, года и всю свою жизнь. У пророка, саллиллаху алейхи вассаллим, есть много хадитов об этом. Меня очень удивил случай в Дамаске, когда я подошел к дамасскому муфте Абдуль-Фатаху и спросил его о переводах Кур'ана, изданных в Дагестане. Какое решение относительно них? Разрешены они по шариату или запрещены? У него в кабинете было много людей. Он начал звонить по нужному вопросу в Министерство вакфов. И никто не поднял трубку, несмотря на рабочее время. Абдуль-Фатах посмотрел на окружающих, среди них был и я, и сказал, «Смотрите, и это называется Министерство вакфов. В рабочее время никого нет, когда должно быть 3-4 работника. Если я позвоню в Институт Фатху-Ли-Ислам в рабочее время, и они не поднимут трубку, они знают, что я им устрою». Он также рассказывал мне, «Все построено на порядке. Если нет ответственности и порядка, то все разрушится само собой. Я ходил брать уроки к сильному алиму из Шама. Я должен был приходить в 8 часов, и я всегда подходил к его двери без 5 минут 8». В один день он мне сказал, «Сынок, ты, как человек занятой, приходи в любое время». А он действительно был занятой человек. Муфти Дамаска и области, которая вместила бы в себя не только Дагестан, но и весь Северный Кавказ. Директор Фатху-Ли-Ислам, в которой учатся 700 учеников. И также директор института, в котором обучаются такое же количество женщин. Также имам мечети Дамаска. Он также давал уроки в нескольких мечетях в течение недели. И несмотря на то, что ему было разрешено прийти в любое время, он по-прежнему был у двери учителя без 5 минут 8. Он сказал, «Ислам есть порядок. Вы, говорит, смотрите, приходят ли Барака в любое время. На все есть определенное время. Можно ли в любой день стоять на горе Арафат? Нет. На это только один день в году. Беспорядка Ислама Дина не будет». Мы видим, какой порядок Дамаска. Ислам учит человека быть пунктуальным и распределять свое время правильно. Посмотрим, как бывает в Дагестане. Какая бы старая школа ни была, 1 сентября все идут в школу. Идут все вместе. Каждый знает, куда ему надо идти и кто будет его учитель. А если посмотреть на религиозную сторону жизни, мы знаем, ни в каком из мадресе учеба не начинается с 1 сентября, учитывая, что учебный год заканчивается одинаково. И это только начало. А что происходит в середине учебы? Некоторые ученики, найдя себе клиента, едут в хадж в середине года, хоть и несколько раз были в хадже. Я не говорю, если ты не был в хадже, не иди. Ведь это фард. Я не говорю, что если твоя жена не была в хадже, не будь ее проводником в хадже и отпусти ее с другими. Это неоспоримые вещи. Я говорю о том, что оставив Дагестан в невежестве, с каждым днем все больше и больше казино и саун, и оставив в беде свою родину в середине года, найдя себе клиента, они в который раз едут в хадж. Тем более, попасть туда стало легко. Не сталкиваешься с большими проблемами, пьешь холодные цветные соки, общаешься с разными людьми, видишь разные страны. Это приносит большое удовольствие нафсу, чем сидеть за столом в медресе. Вот о чем я хочу сказать. Это и есть, когда человек предпочитает себя и свои развлечения, религии Аллаха. На самом деле, он не из тех, кто любит свою религию. Он работает на свой нафс, по хукму ибнатуаля лискандери. Ленность в исполнении обязательного и спешность в выполнении желательного – свидетельство того, что человек потакает своим страстям. На сегодняшний день в Дагестане исламская учеба является желательной или обязательной. Это фаруд. То, что это обязательно, понимает тот, кто, например, читает тарикасские книги, и он получает от них пользу. Буквально, если их содержимое прошло дальше его глотки. Хасан Афанди Худдисе Сирруху передает нам слова имама Раббани, который жил более 400 лет назад. В наше время, говорит имам Раббани, один диргам, который распространяется на пути знаний даавата, ценнее, чем тысячи диргамов, которые тратили на даават наши предки. То есть он говорит, что даават – это приоритетное дело его времени. Если бы имам Раббани жил сегодня, он бы сказал эти слова еще громче. Мы видим, что в исламских институтах учеба начинается не сразу. Если нет структуры, если у студента медресе по середине года находится клиент на хадж, и он едет туда не для того, чтобы выполнить свой фард или сопровождать жену для выполнения фарда, а просто едет на сун на хадж в середине учебного года, это не есть хорошее начало. Если нет хорошего начала, мы знаем, что и конца хорошего не будет. Если нет никакого плана учебы и плана обучения, нет никакого планирования. В конце же учебы кто-то едет сажать лук или арбуз, говоря, что нужны средства на жизнь, и что идут зарабатывать средства халяльным способом. Кто-то едет в санаторий, говоря, что телу необходимо здоровье. Кому тогда нужны эти места, в которых даются знания религии? Должны быть люди, которым нужны эти места. Но кому они нужны? Я задаюсь этим вопросом, и задаю его вам. Если бы в середине учебного года учителя расходились, куда пожелают, мы точно знаем, что таких учителей сразу бы уволили. Именно поэтому из этих заведений выпускаются те, у кого нет понятия и мало знаний. Мы должны знать, что ислам – это ответственность, и эта ответственность со временем должна возрастать, в частности от примера предыдущего поколения. Учителя должны давать пример студентам, школьникам, а муалимы – тем мутаалимам, которые учатся в медресе. В мечети имамы пусть показывают народу пример, вставая в мечеть на утренний намаз. Пусть будут с джемаатом, посещая ночные намазы. Поэтому все зависит от главного – от учителей. Кадры решают все. Кадры должны быть с глубоким понятием. Не такие, как вода, которая прошлась по полю, не впитывается в почву. Кадры должны быть ответственными за свою работу. Кадры должны быть такими, как описывает хадид. Аллах любит, чтобы, когда раб совершал деяния, он делал это тщательно, доводя до конца. Мы знаем, что с тех пор, как до нас дошла наша религия, были преследования, но было много тайных медресе. Вот уже 20 лет, как нет запрета на религию, но в мечетях спокойно можно найти имама, которые не умеют правильно читать суру Фатиха. А те, кто более-менее умеют читать с Махраджем, спорят о том, кто как произнес букву Сат в Аяте. В мечети много споров, и все они из-за того, что мы не ставим на первое место самое важное, а на второе менее важное. Среди мусульман мало тех, кто не совершил хадж. Мы знаем, как у них в мечети красиво читают Куран, какое впечатление создается, когда слышишь пятничные проповеди, и у тех, кто понимает язык, и у тех, кто не понимает его, в глазах слезы. А теперь посмотрите на то, как учимся мы. Хотя бы Фатиху, которая читается в обязательных намазах, не повторяют несколько раз в день, но успеют прослушать то, что поется в разных песнях. Что для нас самое главное, фарт-намаз или песни? Речь идет о дозволенных назмах, беззапретной музыке. Я не говорю, не слушайте назмы. Я говорю, фарт, есть фарт. Это намаз, один из столбов ислама. Не обращая внимания на фарт, человек начинает делать сунны, дополнительное. Мы знаем, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, с этим бы не согласился. Как сказал Ибн Атуаля Лескандири Кудыса Сырругу, человек, который следует своим страстям, бросается делать сунну, а фарт делать ему лень. Фарду он отбрасывает, но делает сунну, которая не равна фарду. Мы знаем, что все надо делать по порядку. В первую очередь, самое главное, затем менее важное. В такой последовательности. Рабочего, который не делает работу, таким образом увольняют. Разве Всевышний захочет, чтобы его раб делал, что хотел, говоря при этом «Аллах Карим», «Аллах Милостивый». Это получается насмехательство над религией Аллаха. Этим он унижает религию. Это то, что нам надо знать. Сначала сделай первое, самое важное, потом следующее. В каждой вещи необходимо соблюдать порядок. Пока этого не будет, мы не достигнем своей цели. Вы обратите внимание, любая вещь, если в ней нет точности, может привести к плохому результату. Операция может привести к ухудшению здоровья. Любая машина, если она не работает как следует, может привести к аварии и так далее. Даже едой, если не готовить по рецепту, по дозировке, можно отравиться. Мута-аллимов тоже надо учить по рецепту. Садабам. Если так не делать, то будут завтра и мута-шейхи, и шпионы, противники ислама, и аферисты, которые борются с исламом, и может быть разное. Если кто-то сегодня говорит, «Я учу хорошему, но это не моя обязанность». Это означает, что этот человек глупец. Он должен прочитать четвертый том имама Аль-Газали, надев большие очки, чтобы хорошо разглядеть, что там написано и как разъяснено. А там говорится, «Ты не будь из тех, кто продает мечи тем, кто хочет убить мусульманина и отнять у него имущество». Говоря, «Следить за ним, учить его, не моя обязанность». Там говорится, «Ты должен знать, смотря на того человека, на его поведение, разговоры и вид, можно ему давать знания или нет». Мы знаем, что человек, прежде чем получить оружие, должен пройти несколько медицинских осмотров. У него должна быть справка от психиатра, можно ему давать оружие или нет. Только таким образом дается ему оружие. У кого есть хоть немного разума, не скажешь, что Аль может нанести чуть меньше вреда, чем оружие. Альму намного опаснее, если оно окажется у того, кто недостоин этого Альму. И также от Альму есть и огромная польза, если попадет к тому, кто его достоин, кто рожден для него. Как вред от плохого ученика, так и польза от хорошего ученика есть у Альму. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, призывал Умму получить пользу от времени рассвета, чтобы человек вовремя лег спать и вовремя встал. В хадите «Аллахумма барик фи уммати фи букурига» Пророк, алейхи салляту вассалям, просил Всевышнего, чтобы Всевышний сделал благодатным предрассветное время мусульманам. На сегодняшний день это время, когда большинство людей спит. Если бы это не было так, то мы бы увидели их в мечети во время утреннего намаза. Мечеть – это место, где видят друг друга мусульмане. Мы видим воскресенье, в базарный день. В Хасавюрте люди приходят еще до рассвета, заняв место, потому что они знают вкус мирских копеек. Поэтому не дают оценку ислама, смотря только на захир внешне. Захир может быть, когда в какой-либо местности люди собираются на Мавлит. Поэтому собранию ставить диагноз мы не можем. Мы можем поставить диагноз, смотря на мечети и медреса этой местности. Мы не можем дать медицинскому институту или училищу оценку, смотря на его студентов. Студенты все красивые, в белых халатах, но мы дадим им оценку, когда они окончат учебу и пойдут в больницу работать. Даже когда они устроятся в больнице, мы не можем дать им оценку, не спросив его первого пациента о качестве операции, которую они провели, правильно ли сделали, больно ли было и как состояние больного. Только спросив обо всем больного, можно оценить врача. Тогда это будет правильной оценкой. Также исламу не стоит давать оценку, смотря на учебное заведение, так как это лишь основа, только начало всего. Сразу после посева невозможно оценить состояние урожая. Надо дождаться самого урожая. Также, как мы спросим у больных о качестве работы студента, окончившего мед, правильно ли ставил диагноз и давал наркоз. Если он, давая наркоз, не будет рассчитывать дозы и три человека из пяти будут умирать, и от людей он не получит хорошего дуа, ничего кроме проклятия не получит, то он не является врачом, какой бы красивый у него не был диплом. Также мутаалему, который обучается в медресе, надо дать оценку, смотря на работу, которую он совершает при посещении мечети. Из этого и будет исходить оценка мечети, этого мутаалема, место, где его обучали, и в целом ислама. А когда эти мечети пустуют, как при утреннем намазе, или даже имам не приходит, или когда текут краны в комнате для омовения и туалета, вокруг вода, при том, что этот кран купить сможет и самый бедный, это значит, этим местом никто не интересуется, а там, где порядок, бывает чистота. Посмотрите на землю Харама, мечети в Мекке, в которой молятся миллионы человек, и мечеть пророка, алейхиссалату вассалям, в Медине. В этих местах в месяц Рамадан во время Ифтара кормят множество людей, и за 10-15 минут все убирается и становится чисто. Вот это значит порядок. Вы можете сказать, у нас нет таких денег, как у них. Я бы так не сказал. Тут все дело в имане. Нужен иман, а деньги-то не первое. Аллах дает нам деньги, видя наше деяние и нашу работу. Если рабочий, ваш или мой, до работы попросят деньги за работу, ни вы, ни я ему не дадим, особенно в наши дни. Все скажут, сначала сделай работу. И смотря на сделанную работу и по ее качеству, будут и деньги. И Аллах не дает рабу, если он не показывает, что работает, и прилагает какие-то усилия. И делает это ради Аллаха. Даже если Аллах даст ему деньги, то только грязные, как и он сам. Поэтому мы сначала должны делать дело, если хотим, чтобы как им, и нам Аллах давал. Если даже нам Аллах дал без работы, значит, это грязно. Если бы было чистым, то как чистый бензин заводит двигатель машины и она рвется вперед, так бы и то, что Аллах нам дает, заряжало бы на работу. Если дело обстоит не так, значит, наши контакты заржавели или промокли. Чем они запачканы, знает один Аллах. Поэтому получение пользы от времени присуще только богобоязненному. Те, кто не боится Аллаха, превращают это время в смуту, как многие делают в наши дни. Мы говорили о хадифе, где пророк, саллилаллаху алейхи вассалям, просит Аллаха сделать для нас рассветное время барракатным. Ведь поистине так и есть. Есть барракат в этом времени. Примеры этому. Овцы не спят в это время, от рассвета и до восхода солнца. При том, что ягнят у них бывает лишь по одному-два, и их часто забивают, но по воле Аллаха ими наполнены горные поля. А собаки, которые носят в себе и по девять щенков, и их не забивают, и шкуры их не нужны, при этом они исчезают. Этот пример раскрывает смысл поговорки наших предков, смысл которой подчеркнут из хадиса. Кто встает рано, у того овца родит ягненка самку, то есть будет барракат. Так же, как и Аллах дает барракат овцам. Это не значит, что нет никого, кто бы умел получать барракат от времени. Есть те, кто берет пользу и от времени, и от знаний, и от здоровья, которое им дал Аллах, но таких мало. Как говорится, то, чего мало, будто бы его и нет вовсе, но наша цель, чтобы оно было. На этом мы закончим первый урок. Надеемся, что будет барракат нам и вам от этих уроков. Велхамду лиллахи раббил аламин.